Вот для меня сегодня очень насыщенный день, но не только для меня, я сегодня вам точно это докажу. В 9 часов утра, а значит все детки должны проснуться были где-то в 7, это совершенно точно, в воскресенье, в самом главном кинотеатре Николаева «Родина» состоялась премьера четвертого сезона кино-журнала «Детки и предки». Ну я думал, что там точно, да, было классно, потому что, смотрите, вот сейчас вы увидите, да, был лимузин, представляете? Они все, около ста человек, сюда пришли, на красную дорожку, все это было торжественно, как в настоящем большом кино. АПЛОДИСМЕНТЫ Приглашаем здесь семьей к экрану, посмеяться дружно от души, посмеяться вместе до ума. Я думал, что все на этом закончится. Нет, этот журнал, оказывается, сегодня после всего этого, мало того, что познакомил нас с очень прекрасной актрисой, которая рядом со мной находится, и сейчас я буду с ней говорить. Владимир Николаевич, с вашей помощью или без нее, мы все-таки докопаемся до правды. И если наша правда будет отличаться от вашей правды, то вы понесете наказание задачу заведомо ложных показаний. А это срок. Доктор, знаете, вы все равно не поймете, мы давно живем в одном духовном мире, и вообще я согласилась стать суррогатной матерью этого ребенка, потому что я преклоняюсь перед гением этого человека. Вы знаете, что на меня произвело впечатление? Вот один из журналов что-то там со страшилками связанное. Помните, да? Со страшилками? В палатке нельзя было ночевать, я вынул спальник из палатки вот так под маслиной лег и отрубился так устал. Утром, не открывая глаза, я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Человек не человек, животное не животное, но я слышу, что на меня кто-то смотрит, я боюсь открывать глаза. И когда я все-таки решился и открыл глаза, я увидел паутина от дерева, от куста маслинки до моей головы, и вот здесь перед глазами глаза огромного-огромного паука. Кто последний в кровать, тот и выключает свет. Я успела, и я успела. Все успели, а свет выключить некому. А давайте рассказывать страшилке. Кто расскажет самую плохую, тот и выключает свет. А как мы узнаем, что она самая плохая? Это просто, если страшилка не страшная, то самая плохая. Я начинаю первое. Однажды, темной при темной ночи, заблудилась девочка в лесу. А когда ее нашли, она все время улыбалась и спрашивала маму. Мама, а правда, что я сумасшедшая? Что ты, доченька? Говорила мама, кто тебе такое сказал? А девочка отвечает. А сказали мне об этом мухи и тараканы. Это не страшно. Слушайте, по-настоящему страшно. В черной при черной комнате были черные при черной стены. Черная при черной мебель. А в черном шкафу, в самом дальнем углу, танцевал черный скелет. Я знаю страшилку, и пострашнее. Жил был на свете один мальчик, который до ужаса боялся темноты. И поэтому, когда он моргал, он терял сознание. Так себе страшилочка. А вот теперь, слушайте, по-настоящему страшное. Однажды мама купила своим детям зеленую мочалку. Пошли дети мыться. Мочалка стала кусать детей. Прибежала мама, мочалка маму покусала. Приехала скорая помощь. Мочалка и врачей покусала. А потом скрылась в дырку и убежала. Бомб открывать! А-а-а! Чего шумите, соседки? Можете заглянуть ко мне под кровать. Это зачем? По-моему, там зеленая мочалка. Ничего не понимаю. Это мы страшилке рассказываем. Так кто за призведь из страшилки рассказывает? Про зеленую мочалку не страшно. Вот мы с Петей знаем страшилку пострашнее рассказать про Шишимару. А-а-а! Жили мальчик и девочка, собрались гулять. И мама им сказала, гуляйте где хотите, только не ходите к Шишимаре в огород. Она злая-призлая. Мальчик и девочка пошли гулять, но не послушались мам и собрались к Шишимаре в огород. Увидела Шишимара детей и превратила мальчика в репку, а девочку в мышку. Репка закопалась в землю, а мышка спряталась в норку. Сидит мышка в норке и захотелось мышке кушать. Выбежала она и увидела репку. Прибежала к репке и начала ее грызть. И слышит голос брата. Сестрица, сестрица, не грызи меня, мне больно. Мышка выкопала из земли репку и потащила ее к себе в норку. Так и живут они теперь все время в норке. А там темно и холодно. Особенно мышки. А почему только мышки? Потому что она съела репку. И теперь живет у вас постель. Так, я не поняла, почему не спим? Завтра рано вставать на экскурсию. Быстро спать! А теперь слушайте про гроб на колесиках. Стоять! Что вчера происходило в 222 номере? Мы страшилки рассказывали. Очень страшные. Страшилки? А вот теперь идите и убирайте после себя в номере. Хотите рассказать ваши какие-то страшилки? У меня нет никаких. Я не дружу. Есть. А ну, расскажи. Рассказывай. Когда мы ехали во Львов с моими друзьями, мы рассказывали страшилки. И тут неожиданно выключили свет. Мы все запищали, закричали. А к нам подходят и говорят, девочки, комендантский час. А что это такое комендант? А да? Это когда уже отбой. А, вот таким образом, да? Когда уже свет приглушают. И уже когда люди засыпают. А вот скажите мне... Я на весь поиск кричи! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Скажите, пожалуйста, а какие сны вам после этого, после отбоя снятся? Никакие. Тоня, а вам снятся цветные сны, нет? Да, мне снятся... Мне снятся сейчас уже редко сны, но если снятся, то я знаю, что они вещи, и я не буду хвастаться, но у меня есть... Я умею разгадывать сны. То есть, у меня есть что-то такое, ведьминское, да? Вот, так сейчас же вы будете играть в многосерийном фильме, да? Ну, я... Ну, это пока секрет. Я там играю не колдунь, я играю, конечно, в театре колдунь и ведьм всяких, вот. Но вот сны мне снятся, и я точно знаю, если я когда просыпаюсь, я точно знаю, к чему это, либо к плохому. Ну, меня предупреждает о чем-то всегда сны, всегда. Да? Да. Мотор. Ну? Жду первого желания. Я хочу... 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 Хочу со... Я всегда думаю, ну, каждый актер или актриса в кино или театре всегда говорит, что, ах, это тяжелая профессия, ах, это тяжелая профессия, я подумал, что они рисуются. Смотрите, что сегодня происходило здесь, с этими детками. Сейчас сколько времени? Сейчас уже часов? Уже шесть. Шесть с чем-то. В девять все началось. Дети, от таких вы их все сейчас, вы их всех увидите. Ну, да вот таких, ну, шестой, ну, седьмой класс всего лишь, да? Это сколько надо понятия, то, что у вас, вы сегодня рассказали, Тоня, что у вас такая насыщенная, трудная профессия и в театре, и кино, и танцы, и сколько закончили всяких лицей, и университетов, не знаю чего, и где только они снимались, это действительно тяжело. А силы где берете? Где ж силы берете, а? Не знаю. Я, наверное, просто отношусь к искусству и к своей работе. Я серьезно отношусь, но как к игре. То есть для того, чтобы не переступить вот эту грань. Мне очень часто спрашивают такой вопрос. Вот заканчивается роль. Она отражается на вас? Я вам хочу сказать, где-то отражается, если честно. Детям нужно смотреть, читать очень много. И не только современные, а вот то, вот того поколения фильмы, и вот актеров, как те актеры работали в кадре. Вот. И смотреть, конечно, много голливудских фильмов, сериалов. Наполняйтесь, не разбаляйте свою вот эту сейчас, понятно, суперэнергию. Направляйте ее куда-то в нужное русло. А вот знаете, потому что? А может, потому что вас любят люди, а? Наверное. Наверное, это энергия, которая обменивается. Об этом же и говорят, когда, особенно в театре, ты это чувствуешь, когда ты отдаешь вот эту энергию, и от зрителя потом же и получаешь эту волну энергии. Но, в принципе, я сама по себе очень энергичный, эмоциональный человек и умею быстро восстанавливаться. Вот эту энергию я могу, мне главное, 15 минут отдыха, и я опять могу. Вот вы скажите. Второй, третий дыхание открывается иногда. Вот вы скажите, вы будете долго жить или нет? Думаю, что нет. Здравствуйте. Хотя я загадала до 90 как минимум. Ага. Так, а ты сколько лет проживешь, скажи мне? Много. Ну как это много? Ну приблизительно. А, хотят ли, что тебе в это время еще на эту тему рассуждать? Вот именно. Да, ну все равно ты должна сказать сейчас, ты определилась с тем, что ты за человек в моей жизни. Определилась или нет? Ты знаешь, что такое зависть? Да. Что это такое? Это когда все люди такие смотрят, пристальным взглядом, говорят, ага, вот она такая, а я не такая. А у нее есть, а у меня нет. А вы любите девочки? Она хорошо выглядит, а я нет. Да, 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 да. А вы любите посплетничать или нет? Нет. Это по-женски, нет? Нет. Я не люблю сплетничать. Я почему говорю зависть? Вот я подвел это все-таки к вам, Тоня, больше разговора, потому что настоящий, творческий человек, которому уже Богом донос, вот это то, что мы о чем сегодня говорили, и думайте всегда, если он не зависит, он сделает, достигнет самых высоких, высоких высот в творчестве, правда? Значит, я независливая. Вот так вот. Да. Ну, а ты мне скажи, пожалуйста, Маша, где твой самый главный и любимый медведь? Дома. Что он там делает? Ждет меня. Да? Располагайтесь как дома, не стесняйтесь. Мы с мамой уйдем к соседям, не будем вам мешать. Вы у нас все дети взрослые, поэтому за порядок будете отвечать вместе. К тому же, насколько мне известно, Вовочку Машенька не приглашала. Мама, Вовочка изменился. Вовочка хороший. Это правда. Мы ему на день рождения всей школы скинулись. И макбук подарили. И он теперь нас всегда защищает. Да, и всегда во всем помогает. Даже доску протирает и в классе убирает. А если мы ему и плазму подарим, то он обещал и мальчиков не трогать. И даже согласился стать президентом школы. Это что? Он учительницу по математике через дорогу перевел. Хотя она очень сильно сопротивлялась. А когда физрука у Гири на ногу упала, он сразу за врачом побежал. Может, сменим тему для разговора? Можно и сменить. Тем более, что Вовочка кабинет врача шваброй подпер. А спортивный зал он гвоздями забил. А в остальном все хорошо. И справился Вовочка. Так что у Вовочки не будет. Мамочка, он только поздравит и сразу уйдет. Он сам так сказал. Тогда мы подождем, пока Вовочка поздравит. А потом уже можно и к соседям. Да, папа? Само собой. Сейчас только комнату и гараж закрою. В вашем распоряжении комната и целая кухня. Целая. Приятного аппетита. Может, надо было пластиковые стулья поставить? Уже поздно. Я им туалет с ванной закрою. Постой. А писать куда будут? Я им тазик поставлю. Здравствуйте. Я на минуточку. Поздравляю Машу. И все. Пожалуйста. Проходи, проходи. Тем более мы уже уходим. Да? Ненадолго. На минуточку. Прямо как я. С днем рождения. И хватит сидеть с такими унылыми минами. Я объявляю конкурс на самую нелепую идею. Например, устроить пикник на полу. Либо оседлать пылесос. Дальше думайте без меня. Чао. Ну что ж вы, Владимир, даже тортика не попробуете? Некогда. Мне еще на два дня рождения, крестины, свадьбу и школьную дискотеку. Не будем задерживать. Сами торопимся. До свидания. Спасибо. А с пылесосом неплохая идея. Чего сидите как истуканы? Думайте. А давай есть без вилок, ложек и ножей. Нормальная идея. Приходи, а я начинаю. Поддерживаю. А давай корми друг друга. Точно. Эй, пылесосоводы, присоединяйтесь. Есть идея. А давайте мылимся к тазике и будем пить, как собачки. Давайте. А давайте устроим чемпионат на граффити. Это как? Пойдемте. Это еще хорошо, что Ловочка сразу ушел. Любимый медведь есть и у меня дома. Правда? Да. Я очень люблю мягкие игрушки. У меня Джеймик ждет дома. А тебя? Мистер Миха. Вот. Да? У меня серенький у тебя. Коричневый. Так что они подружатся. Уверена. А вы знаете, сколько одиноких людей? Вот видите, как вам можно по-белому завидовать, что у вас есть игрушки самые любимые. И люди же самые любимые есть у вас. Правильно же? Мы просто люди с большим сердцем. Мы любим людей. Да. Хорошо. Тоня, есть у них еще один киножурнал. Он связан с тем, что они все танцевали у нас на Соборной улице. На какой-то праздник. Я не помню. Я знаю, что ваша жизнь тоже была связана с танцами. Да, все в жизнь. С четырех лет. Танцевала, училась танцевать. Потом закончила университет, стала хореографом-постановщиком. И преподавала хореографию в Театральном институте актером будущим. У меня несколько постановок в Киеве, спектаклей, мюзиклом. Я сделала один даже мюзикл, «Витцайскую историю» в свое время. И спела там главную роль. И был такой мюзикл-экватор в Киеве. И тоже я там сыграла главную роль. И была хореографом-постановщиком. Так что... Маша, а ты поешь или нет? Пою. А танцуешь? Раньше танцевала. Ой, боже мой, что случилось, что ты прекратила танцевать? Стало скучно. Ох, махайте мне. Сегодня у нас на раздаче лучшие шедевры школьной кулинарии 20 века. Сейчас как налетят бакланы, на одних сосисках лабутены поднять можно. Ой, не говори, Маня, дождались. Будут и лабутены, и штаны в дырочку. Всё будет! Спасибо депутатам нашим За платные школьные обеды Что не говори А остались ещё в Раде Мужики настоящие Может, уже запускать? Запускай, Маня, запускай! Уже можно? Заходи! И не таких откармливай А есть что-нибудь диетическое? У нас всё питательное и диетическое Отлично! Тогда мне лёгкий супчик с грутонами Чего? Как вариант Сырный крем-суп с хлебцами Есть борщ с помпушками А морепродукты имеются? В нашем борще всё имеется Полный мрак Отлично! 5-х Hyundai Мна Коб stresses Лёгкий супчик T Всех Но А Хамбургер, пепси и живаку А мне чизбургер, колу и киндер Такого нету Чего? Я не курю, мне надо сигарету Она говорит, такого в меню нету Чего? Какая котлета? Сама ешь котлету Я говорю, того, что вы просите, нету Мы соблюдаем диету Я к чему говорю, Тоня? Ведь без танцев и без песни Я не знаю, как без слуха, но актер никогда не состоится И режиссер тоже Понятие ритмики самое главное Все-таки в любом из видов искусств, правда? Да, чувство ритма Да? Вот покажите внутренне сейчас Что такое танец? Вот так изобразить Я? Да Давайте вместе Вот так вот? Как угодно, да, вот крупный план Ну, станцуйте мне сейчас лицом Детки и предки Сплошная проблема Детки и предки Наш киножурнал Улыбнуться заставит Рассмешит на повал Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова